Привет, мои любимые! Сегодня я буду вам снимать видео о 10 фактов обо мне. Но перед этим я вас обязана предупредить. Может, некоторые факты покажутся вам немножко странными, но поверьте мне, я самый обычный нормативный человек. Так что давайте начнём. Чтобы быть с вами искренней, я начну с самого странного факта. Я обожаю ножки младенцев. Если я вижу на улице ножки младенцев, я сразу хочу их укусить. Я просто таю, как мороженое, так как маргарина. Я обожаю эти маленькие ножки такие, которые выглядят как будто бы они обезьянные ножки, но они человеческие ножки, такие малюсенькие, малюсенькие, малюсенькие. Я расслабилась с папой всю жизнь, и всегда меня спрашивали, когда я была маленькая, где твой папа, где твой папа. Я помню, что когда мы жили в Сибири, то мне рассказывали, я не так уж это хорошо помню, но мне рассказывали, что моя бабушка и дедушка одевали сапоги резиновые до колен и закапывали это болото. Я не знаю, что там было, но я всем рассказываю, что мой папа утонул в болоте, поэтому его у меня нет. Я очень люблю готовить разные блюда. Я не готовлю каждый день, но когда я готовлю, я провожу на кухне по три часа. Я очень люблю готовить, для меня это такая креативность, так же, как я очень люблю писать. И что еще мне нравится в Израиле, что у нас очень много общин тут разных. Каждый день я могу разное готовить. Один раз марокканские блюда, иракские блюда, польские блюда. Никогда нам не скучно. Мы можем кушать джахну на завтрак, хомус на обед и вареники вечером. Одна из моих психологических странностей, да, есть несколько таких, но сегодня я поделюсь с вами только одной. У меня всегда была проблема кушать с тех тарелок или вилок, которые только что помыли, и они мокрые. Я обязана их вытереть 10 раз, чтобы они были сухие очень. В последнее время я уже могу просто взять вилку, вытереть ее, и один раз даже я помыла черешню и мокрую черешню съела. У меня был сначала шок такой, и Баррель думал, что я сейчас упаду в оморок, но все было прекрасно, он спросил мне, все хорошо, ты жива? И я была жива. Но один раз мы пришли к бабушке. Баррель это мой молодой человек, если вы это еще не знаете, потому что я говорю имя каждые 2 минуты, так что пришло время знать, кто это. Один раз мы были у его бабушки, это было где-то 3 дня назад. И он вытащил из ее холодильника варенье, которое она приготовила, и сказал ей, бабушка, Элен хочет приготовить варенье, она очень любит варенье, научи ее, как готовить. Она сказала мне, попробуй это варенье. Она дала мне ложку, я попробовала это варенье, это было очень вкусно, и эту ложку положила в раковину. А потом она говорит варелю, иди-ка туда, там у них еще один большой холодильник есть, и принеси все варенье, что там есть. Он принес мне 4 баночки варенья. И она, вот так вот, представьте это в slow motion, говорит мне, а где твоя ложечка? Это твоя ложечка, вынимает это из раковины, прополаскивает это в раковине, и вот так вот в slow motion ведет ее к варенью. А Бавель говорит ей, И он мне спас жизнь, он мне спас жизнь. Он дал мне новую ложечку, которая не была промыта в раковине. Если это не настоящая любовь, то я не знаю. Я уверена, что пищевые или кулинарные привычки, допустим, человек, который не любит кушать помидоры, только не ставьте мне помидор в салат. Или там красный перец, сладкий. Думаю, что такие привычки могут много рассказать о человеке. Я думаю, что они будут упрямые люди. Я знаю просто таких людей, потому что если твоя голова открыта, есть все, что тебе мир предлагает, то твоя голова, наверное, открыта еще и для других вещей. Но если ты говоришь, нет, мне только не ставьте этот красный перец. Ой, нет, без томата в моем салате. Мне это бесит. Это первое. Хоть я такой человек, ну, как-то говорят на русском, понимающий, люблю обнимать мир, понимаю всякие разные, допустим, привычки, не знаю, не привычки, поведение. Могу всех получать. Я их получаю, тех людей, которые не едят сладкий перец или томаты в салатах. Но это мне бесит. Ну ладно, ты можешь не есть это, но я ненавижу, когда говорят там, сидим там втроем и хотим заказать несколько вещей, чтобы поделиться за столом. Знаете, когда сидят, заказывают несколько, но делятся всем этим. И вдруг тот человек говорит, нет, только не томаты. Нет, только не красный перец. Нет, только лук вытащите оттуда. Что тебе, 4 года? Когда мне было 4 года, я кушала все подряд. Может быть, это мое советское воспитание. В Израиле такое воспитание? Мама, я хочу спрыгнуть с крыши. Конечно, сынок, иди, спрыгни с крыши. Конечно же, у меня много еще, так, злости на это советское воспитание, но я думаю, что это много еще мне дало в жизни, хоть мне еще это много дало рассказать психологу, моему любимому, но не знаю. Расскажите мне, если вы тоже получили советское воспитание, и вы все равно не пошли к психологу. Мама, если ты меня смотришь, то это не тебе, это о моей подружке. Да, моя подружка мне рассказала такое. С тех пор, как я себя помню, каждый раз, когда я вижу старичка, я обязана ему улыбнуться. Старичка или старушку, неважно. Я просто автоматически ему улыбаюсь. Не знаю, почему это происходит. Я думаю, что в глубине души я боюсь, что этот старичок, он один в мире. И может быть, кроме меня ему никто не улыбнется, так что я не могу взять этот шанс и не улыбнуться бедненькому старичку. Если вы видите старичка, пожалуйста, улыбнитесь ему. Если вы видите старичка, который дается в помощи, обязательно помогите ему, даже если вы опаздываете на работу, даже если у вас плохой день. Обязательно помогайте старичкам, потому что если один раз вы не улыбнетесь тому человеку, который дождается в улыбке, вы знаете, что это может сделать? он может пойти домой и сказать, какая ужасная жизнь, ладно, я спрыгну с окна. Так что, поверьте мне, вы не хотите взять все это на свои плечи, улыбайтесь старичкам и помогайте старичкам. И если можно еще, если у вас жаркая страна, как у меня, то налейте блюдо с водой и поставьте это на улицу для котят. Спасибо. Моя дедушка был маленький, то он играл на скрипке, и когда началась Вторая мировая война, то он не мог больше играть на скрипке. Поэтому все внуки у нас играют на каком-то инструменте, на кларнете, на виолончели, на скрипках, на гитаре, я думаю, что все. И я тоже играла с 5 лет до 16 лет на скрипке, и каждый раз, когда дедушка приходил на мои концерты, он плакал, и я не понимала, почему он плачет. Я не понимала, почему он грустный. Сейчас, когда я уже подросла, я не играю на скрипке уже почти 10 лет. Каждый раз, когда я слышу скрипку, этот звук, но вживую, не по телевизору, а просто вживую, то я тоже хочу плакать. Просто скрипка играет человеку на душе. Скрипка — это как духи. Это дает тебе столько воспоминаний, что твой мозг без этого звука не мог бы запомнить. Так я думаю. Книги — это моя любовь. Я думаю, что множество из вас это уже знает. Я обожаю книги. Вообще, я очень-очень любопытный человек. Если люди о чем-то говорят, и я не знаю этого, я сразу спрошу моего самого лучшего друга. Его зовут Гугель. Я напишу там это, и я узнаю, что это такое. И я просто очень любопытна. Я хочу весь мир проглотить в себя. И я люблю книги из-за того, что они дают мне больше ума. И более этого, я люблю книги, потому что это дает мне нырять в другую историю, в другую жизнь. Не знаю, как это сказать. Когда я читаю книги, то я как будто посмотрю фильм в моей голове. Я улетаю отсюда. Я не вижу буквы перед глазами. Я вижу целый мир. Очень обожаю исторические романы и фильмы. Я очень бы хотела быть в 14 веке жива. Но я думаю, что если бы я была жива в 14 веке, то я не прожила бы там много лет. Наверное, бы мне отрубили голову или что-то такое. Так что мне нравится быть в 21 веке, хоть и наш век не очень спокойный век. В 8 лет я пошла на джудо. Или джудо. Когда мне было 8 лет, я еще жила в Сибири, в городе Мегион. И это был очень-очень маленький город. И поэтому, когда я пошла на джудо, то там были все взрослые. И только одна я. И еще один мальчик в моем возрасте. Но этот мальчик такой был хрупненький, а я была такая сильненькая, всегда занималась спортом, всегда была спортивная. И я каждый раз заново побеждала этого мальчика. Мне это было так скучно. Я всегда побеждала одного и того же мальчика. Он был просто такой хрупненький. Как его звали? Женя, я думаю. Я уверена, что сегодня он уже сильный мужчина. И все у него уже позади. Ну и ладно, последний факт, это что с самого детства думала, хотела, мечтала стать моделью. Я знала даже в 5 лет, что чтобы быть моделью, надо быть выше, чем 170 сантиметров. И поэтому я нарисовала на своей двери. Или попросила у мамы, чтобы она мне нарисовала линейку такую на высоте 170 сантиметров. И каждый день я мерила себя, мерила и мерила, и мерила, чтобы дойти до 170 сантиметров. Но мама сказала, что если я хочу вырастить так высоко, хотела вырастить на этот рост уже в 13 лет. Так что она сказала мне, что если я этого хочу, мне надо есть много-много морковки, это помогает. И я ела очень много морковки, я думаю, я съедала 5 морковок в день. И я обожаю морковку до сих пор. И правда, я не думаю, что это из-за морковки, но я уже в 13 лет, мне было где-то 168, и я ненавидела это. Не навидела, я была самая высокая в классе. Сегодня, когда я знаю, когда я уже взрослая и умная, то я знаю, что это был плюс для меня, а не минус. Но для меня это был минус, и так я пролистала свои молодые года с головой вниз. Вот и всё, ребята. Я надеюсь, что вам было интересно. И это будет первая часть, потому что когда-нибудь я сделаю вам ещё 10 фактов. И так мы будем знать друг друга побольше и побольше и побольше. Я хочу у вас попросить две вещи. Первое, это если вам интересно что-то узнать обо мне, то, пожалуйста, напишите под видео ваш вопрос. И следующее видео, которое я буду делать, я буду отвечать на эти вопросы. Так что пишите мне ваши вопросы, я буду на них отвечать в видео. Второе, что я хочу попросить у вас, это чтобы вы написали свой самый странный факт о себе. Мне будет это очень интересно знать. Спасибо большое за просмотр. И не забудьте поставить палец вверх, если вам это было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Всё. Пока. Целую вас. Пока. Целую вас. Пока. Целую вас.